Привет студент! Сессия в самом разгаре! Отложи все свои дела и готовься смотреть самые яркие и свежие новости от команды Универ Ньюз, о которых расскажу вам я, Алена Ледвейкина, сегодня в выпуске. Они знают сегодня, что изобретут завтра. Инженерный институт КФУ уже готов к приему абитуриентов. Он сошел с ума от искусства. В смене прошел кинофестиваль о творцах искусства. Казанский университет посетил руководитель проектного офиса 5100 Михаил Антонов. Напомним, 5100 это проект повышения конкурентной способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В 2013 году в рамках этого проекта КФУ стал одним из 15 победителей открытого конкурса на получение государственной поддержки. А уже скоро, в октябре, Вальмаматор примет у себя заседание Международного совета по повышению конкурентноспособности российских вузов. Сюда приедут довольно известные представители мирового высшего образования. Ректора и бывшие ректора крупнейших мировых университетов. И проведут здесь несколько заседаний, в результате которых отдельные новые проекты университетов, прежде всего исследовательские проекты, получат государственную поддержку. Мы очень хотим, чтобы международные члены совета, которые редко бывают в России, познакомились с российской системой высшего образования. Мы считаем, что Казань это, безусловно, достойный университет и достойный город, который, я абсолютно уверен, покажет, насколько интересная и мощная система высшего образования существует в России. Университеты были, есть и будут одной из главных колыбели революционных идей и высоких технологий. Но чаще всего инновации, зародившиеся в стенах вузов, там и остаются. Как решить эту проблему, ответ искали в Казанском федеральном. Фулберг Технологи уже два десятка лет занимается поиском новых инновационных идей для крупных международных компаний. И, как показывает богатый опыт президента Фулберг Технологи Нила Годика, за свежими решениями лучше всего идти в университеты. Причем выигрыши останутся обе стороны. Ученые получат кратчайший путь продвижения своих разработок компаний наиболее оптимальное решение своих проблем. За годы работы компания Фулберг Технологи удалось установить тесный контакт со многими вузами страны СНГ и России. И сейчас Ник Годик надеется начать сотрудничество с Казанским федеральным. Вы знаете, сегодня в мире просто колоссальный дефицит свежих идей и решений. Многие компании готовы выложить целое состояние за ту или иную разработку. Но сразу хочу отметить, что и запросы соответствуют. Взять хотя бы шариковую ручку. Если вы сможете сделать так, чтобы чернила в ней никогда не заканчивались, вы миллионер. И я уверен, что ученые КФУ смогут решить подобные задачи. Самые интересные новости Татарстана и не только в нашей постоянной рубрике «Веб-Ньюз». Ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил на пресс-конференции в Международном информационном агентстве «Россия сегодня». Темой обсуждения стало доминирование российских вузов в рейтингах QS. Начало проведения уроза Байрама придется на 5 июля, а Курбан Байрама – на 12 сентября. Эти дни в соответствии с производственным календарем, опубликованным на сайте Министерства труда Татарстана, являются нерабочими праздничными днями. Институт КФУ в городе Набережной Челны недавно заключил соглашение с компанией «Хайр», открывшей сборку холодильников в Автограде. Соглашение позволит создать новую специальность – холодильная криогенная техника и систему жизнеобеспечения. 14 июня в 17.00 по московскому времени состоялся запуск нового раздела портала КФУ «Сайты студенту». Сайт разрабатывался с учетом интересов и потребностей самой активной частью университетского сообщества. Поэтому интерфейс стал проще и функциональней, нужная информация доступней, а стиль оформления и подачи материалок атмосфернее. Стать настоящим инженером – заветная мечта многих. Однако ее воплощение требует огромных усилий. И без Инженерного института Казанского федерального здесь точно не обойтись. Что ожидает будущих студентов в этом году? Смотри далее. С 2012 года Инженерный институт КФУ начал готовить востребованных инженеров. Данная профессия всегда пользовалась популярностью среди тех, кто умеет не только ставить сложные задачи, но и решать их. А еще мечтает создавать сложные конструкции, преобразовывать пространство вокруг себя, производить инновации и осваивать новые технологии. У нас отличие в том, что мы, являясь классическим университетом, став дальнейшим федеральным, мы имеем возможность через Инженерный институт научной разработки, которые делаются в других институтах университета, доводить до неокры и до дальнейшего внедрения в промышленность. Я считаю, что именно уникальность заключается в том, что те разработки, которые сделали ученые за счет Инженерного института, должны быстрее доходить в промышленность. Давно не тайно, что конкурс в данном институте всегда большой. Ежегодно количество абитуриентов только увеличивается. И, кстати, их вовсе не пугает такой сложный экзамен, как ЕГЭ по физике. Конечно, конкурс у нас есть. Средние баллы ЕГЭ достаточно высокие. Но ведь все-таки университет уникален всем. Допустим, у нас же, я говорю, вот та же самая биомедицина, там большие конкурсы. У нас тоже хороший конкурс, всегда большой. Все-таки кто физикой, математикой интересуется и однозначно сумеет перестроиться на инженерию, это достаточно, я считаю, интересно будет. В Татарстане инженерному образованию уделено особое внимание. Именно поэтому в Инженерном институте выделено немалое количество бюджетных мест. Бюджетные места растут, но мы больше делаем упор, опять-таки, на магистратуру. Но мы в этом году имеем где-то, допустим, получается, по управлению качеством 30 мест на робототехнику набираем, где-то человек 30. То есть в общей сложности, это чисто по бакалавриату. Ну и будем сейчас набирать, ясно, уже техническая физика и энергетика перешла в Инженерный институт, туда будем набирать 20 человек. То есть где-то суммарно порядка, наверное, 100 человек получается в бюджетных местах. Также проректор отметил, что стать востребованным специалистом, закончив Инженерный институт Казанского федерального, вовсе не сложно. Выпускники вуза смогут легко реализовать себя в выбранной профессии не только в России, но и за рубежом. И это еще раз доказывает, что перед современными инженерами открывается все больше новых возможностей. Казань не только спортивная столица, но и центр искусства и творчества. Совсем недавно здесь прошел фестиваль фильмов об искусстве. Кто уже сошел с ума от творчества гениев, узнавала наш корреспондент Анастасия Иванова. Как вбирать в себя все, что связано с искусством, когда с ним связано все вокруг? Как не сойти с ума от перенасыщения информации? На эти вопросы попытался дать ответ герой фильма «Артоголик» Уда Кир. Документальный фильм не найти в интернете. Его показывают на фестивалях кино, один из которых прошел в Казани в Центре современной культуры смена. В зале затаили дыхание и наблюдали, как человек способен жить для искусства, быть искусством. Уда Кир – отчаянный поклонник искусства. А фильм «Артоголик» – это путешествие с Киром по мировым мекам художественного мира, музеям искусства в Париже, Кёльне, Берлине. Здесь же и встреча главного героя со старыми друзьями, известными художниками, как Розмари Трокель, директорами галереи и музеев, и, конечно, совсем узнаваемым режиссером Ларсом фон Триером. Стоит отметить, что уникальностью фильма для казанцев стала особая манера разговора об искусстве. Фильм был второй очень сатирично и ироничен. Было много в нем язвительности. Это прям как раз-таки про современное искусство, он как раз-таки к концу 20-го века. А вот этот актер, я смотрю, пообщаться успел со многими художниками того времени. Вот эта вот ирония, вот она на него перескочила очень хорошо. И он олицетворял в себе очень много тех мыслей и тенденций. Вот это вот юмор на грани психического расстройства, он очень интересен. О творческом пути людей искусства поведали документальные фильмы в рамках фестиваля Перформ. Подобный показ об искусстве прошел в Казани впервые. Как отмечают организаторы, казанского искушенного зрителя все труднее удивить. Ведь здесь интересуются актуальными течениями в искусстве. Каждый фильм говорит о чем-то своем. Но вообще организаторы в Москве ставят акцент на личности, на роли личности в искусстве. О том, как большие свершения, какие-то прорывы в искусстве совершали конкретные люди. И фестиваль – это способ о них поговорить, о именах персональных. Организаторы смены приглашают всех, конечно, не сойти с ума от искусства, но немного соприкоснуться с ним через книги и общение с людьми творчества на книжном фестивале, который пройдет в Казани с 18 по 19 июня. Анастасия Иванова, Универньюз. На этом у меня все. Смотри Универньюз и будь в курсе всех новостей студенческой жизни, успешной сессии и хорошего настроения на все лето. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»